всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал покью это дневник трейдера и мы делаем домашнюю работу так привыкайте к новой камере это ноутбучная камера не собираюсь я с собой в польшу тащить камеру отдельную да так как на ноутбуке есть камера поэтому отдельную камеру тащить с собой не буду в польшу и так сильно много всего буду тащить сразу вам напоминаю о том что надо обязательно подписаться на телеграм вайбер или ватсап канал ссылки уже есть все в описании в первом комментарии также напоминаю о том что происходит теперь у нас розыгрыш на канале этот розыгрыш друзья зависит напрямую от вас чем больше просмотров мы наберем на наших видео дневником для дневника трейдера тем больше будет наша годовой заработок канала и тем больше будут призовые фонды на то есть мы возьмем все видео все комментарии все дневники трейдера с первого по последний вот и разыграем эти деньги между пятью участниками первое место получит 40 процентов второе место получит 20 процентов третье место получит 20 и по 10 процентов разыграет между собой четвертое и пятое место ну которая рандомно нас нам определится сайт random.org а сейчас друзья мы приступаем к домашней работе вечер воскресенье так что тут у нас нормально вроде вроде все нормально нагрузки на процессор нету музычка у нас играет итак поехали дар доллар канадец доллар канадец у нас немножечко за этих пару дней канадец немножко отыгрался на дневном графике да мы подошли к уровню 37 557 да и вот как мы видим подняв очки давайте чуть увеличим маленькими барами мы прижались к этому уровню да и как бы силы особо за день вверх у нас не было то есть она сходила вверх и сходила вниз мы закрываемся под этим уровнем то есть у нас такая как бы сохраняется тенденция что-то у нас тут какой-то видать сильный стоит покупатель под этим уровнем не хочет нас пустить вверх на вот мы сходили на 700 пунктов вверх и потом все что вы купили все и продали да все и распродались поэтому надо внимательно следить за этим уровнем давайте посмотрим да немножко здесь я торговал пятницу получил несколько стоп лоссов и один вроде в безубыток у нас был трейд до 1 в безубыток едва едва стоп лосса маленький и чуть побольше да до 3 доллара и 10 долларов вот друзья так что надо следить за этим уровнем потому что здесь неплохая консолидация на протяжении нескольких дней досмотрите раз целый день второй и третий день мы вот топчемся в этом в этом коридоре да и эту консолидацию куда-то надо будет отдавать то есть вот это накопление энергии куда-то рванет очень сильно еще разочек глянем на дневочку да если мы этот уровень в принципе пробиваем и пробиваем следующий уровень вот мы от него оттолкнулись только и вернулись обратно да еще раз на часик дабы посмотреть да был небольшой тестик этого уровня в принципе в принципе все смотрится на short да то есть ниже ниже уровня 37 557 смотрится у нас канадец на short и дальше в принципе он должен лететь очень хорошо здесь есть еще один промежуточный уровень но он не есть прям очень сильно сильный до там сильные сильные исторический уровень и где-то да вот он 36 610 ну как бы такой себе уровне туда несколько дней бились в него не смогли преодолеть и пошли вниз в принципе сильный уровень 36 36 610 вот если его преодолеем то тут тогда очень еще сильное падение будет больше 1200 пунктов к следующему уровню поехали дальше так что завтра рассматриваем на short даже я даже я себе а я так его и рассматривал на short потому что получал боевские стоп лосса да то есть видим что два стоп лосса один маленький один большой сверху мы получали они снизу над уровнем то есть это было у нас на баре а мы хотели на short ничего страшного я думаю что все таки все таки мы сможем пойти от этого уровня вниз поэтому ставлю себе на завтра стрелку вниз поехали дальше доллар иена доллар иена друзья у нас тоже поджалась смотрите какая хорошая консолидация у нас идет к уровню 890 891 смотрим да вот несколько раз мы подходили к этому уровню ложные пробои и уходили вниз опять смотрите ложный пробой и уход вниз опять ложный пробой уход вниз несколько ретестов и смотрите как у нас закрывается рынок копейка в копейку бьемся в этот уровень 890 уровень есть проведен правильно так что друзья я думаю что если мы этот уровень преодолеем мы пойдем вера давайте еще раз на дневочку глянем на дневочку глянем треугольник у нас как бы если до провести вот этот уровень держит цену уже причем держит достаточно долго в принципе в принципе если так рассматриваю то от этого уровня у нас здесь лимитный продавец у нас здесь лимитный продавец продавец стоит по иене не дают сильна доллар укрепиться да вот не дают сильно доллар укрепиться вот поэтому цену поджали под этот уровень то есть получается по доллару давит что это за лейблы у меня здесь что это такое не могу понять что это от чего это от чего-то осталось вот ну цену поджали но получается стоит большой большой продавец от этого уровня и не дает не дает пробиться хорошо да через этот уровень поэтому тут мы тоже ставим на шорт и если цена пойдет вниз от этого уровня тоже можно будет рассматривать рассматривать вниз друзья вот так что ставим себе стрелочку вниз так канадец вниз канадец на шорт иена на шорт дальше австралиец доллар австралиец доллар смотрим поджимает под уровень тоже да и у нас идет пока что вот все время смотрите уже какая долгая у нас восходящая тенденция красиво против как бы дневного тренда сильного идти тоже не как бы не сильно хорошо да есть у нас глубокие откаты вот смотрите какой был откат тут поменьше тут вообще один ну как бы одна свечка да пошла у нас вниз вот и теперь уже опять две свечки вверх смотрим на тенденцию две вверх две вверх одна вниз но тут несколько дней росло да тут получается три вверх две вниз две вверх одна вниз и две уже у нас вверх и подошли мы к этому уровню тоже сильный уровень как вы видите сначала не могли его продавить вниз да а потом от него цена и сильно и отбилась и уже пошла на дно да то есть это тот когда уже когда уже у нас всякие разные новости пошли по коронавирусу да когда все рынки словили дно то есть этот уровень от которого цена оттолкнулась до дна можно так сказать вот поэтому друзья поэтому этот уровень надо смотреть и по этому уровню если мы будем его пробивать то здесь будет у нас на покупку давайте мы сейчас от него посмотрим что у нас вообще здесь происходило от этого уровня а ничего у нас нету ближайшие дни ближайшие дни вообще нету а здесь у нас от этого уровня ложное пробитие ага это мы уже вернулись февраль месяц от этого уровня шла и шла проторговка хорошее накопление энергии два дня от уровня цена то выше то ниже 200 пунктов в принципе уровень сильный и потом от него сильно мы провалились и пошли вниз да вот поэтому друзья если у нас будут какие-то на часике пробойные модели то мы смотрим короче от этого уровня можно работать как вверх так и вниз если пробой значит идем вверх да то есть я себе ставлю две стрелочки сразу и вверх и вниз и а если ложный пробой то тогда работаем вниз все логично все понятно да то есть и вверх и вниз можно смотреть от этого уровня очень хорошо смотрится и в ту и в другую сторону но вообще тенденция у нас восходящая и то что могут этот уровень все-таки преодолять да попытаться преодолеть вероятность очень себе даже такая немаленькая потому но и опять же и откаты могут быть и на откатах можно таки достаточно неплохо заработать как мы видим вот был удар в этот уровень и потом цена сходила на 600 пунктов да ниже этого уровня то есть если у нас на части сформируется ложная модель ложного пробоя почему бы не сработать нам на ложный пробой очень даже себе ничего смотрится поэтому оставим стрелочки и туда и сюда так фунт фунт у нас после смены тренда уже вот длительное время потихонечку тоже идет вверх подбирается к уровню 24 130 да как мы видим 24 130 и почти он подобрался к нему почти он подобрался но ему не удалось преодолеть вот здесь какой-то локальный уровень да вот мы видим наверное вот этот вот уровень было ложных пробоев да парочка да ну можно в принципе этот уровень локальный поставить потому что между ним и туда и сюда как говорится есть у нас да давайте его найдем на дневке и отрисуем что это у нас за такой уровень что от него цена туда-сюда скачет так сильно давайте чуть-чуть крупнее сделаем да вот вот этот зеркальный уровень получается формация вот его где была да вот она вот подтверждение его ну и в принципе дальше ложные пробои ложные пробои и вот пробой уровня произошел и зафиксировалась цена на закрытие сверху над уровнем и так по вот этой свечке в принципе можно поставить хай у нас 23 226 а здесь лоу у нас лоу 23 351 226 и 351 немножко конечно разные ну вот вот еще раз этот уровень был лоу давайте посмотрим 23 300 ну вот 23 300 в принципе 23 300 это будет серединка между между 226 6 да короче ставим круглый этот уровень получается отрабатывает он неплохо у нас 300 23 300 там плюс-минус 3 пункта особо роли не играет и смотрим что он у нас здесь да вот смотрите бар вот бар в него стучится здесь да такая плавная проторговка идет и заныривание под него и все тут мы бежали вверх 23 300 смотрите да есть такой уровень все оставляем его как промежуточный уровень для того чтобы понимать что у нас творится на на рынке и почему цена у нас вот это вот так вот и бегает ну вот и получается таскали таскали туда-сюда пытались пробиться выше закрепиться из того всего вернулась цена обратно и все-таки под конец закрылась сверху сильный игрок какой-то набирает позицию куда он ее набирает пока что непонятно да но не хотят получается отпускать выше этого уровня возвращают обратно прибивает 22.34 22.9934 так и тут особо особо непонятно куда у нас пойдет цена прям прям такого сказать ничего я не могу поэтому фунт у нас под вопросом фунтик под вопросиком так ладно поехали дальше фунт пускай себе пока побудет пока побудет ну посмотрим если ночью будет закрепление над уровнем то конечно фунт пойдет на укрепление дальше вверх и будет тестировать следующий уровень да то есть вот 24.130 если будет закрепление сейчас на токийская сессия у нас откроется через 2 часа ночью да а мы завтра утречком встанем и посмотрим что у нас здесь происходит поэтому поставим пока что стрелку вверх да поставим поставим стрелочку вверх но это ненадолго итак поехали дальше евро доллар евро доллар у нас показал очень хороший рост от этого уровня да потому что здесь если пробивались пробивался то он здесь очень хорошо даже бы полетел вот здесь как такое двойное дно какое-то сформировалось вот причем что перед отработкой дна было да небольшое плечика у него и цена все-таки начала идти вверх вот к сожалению я этого не разглядел не разглядел балбес вот ну что поделаешь ничего не поделаешь ничего не поделаешь и почему-то я себе подумал что волатильность большая и не особо надо сюда лезть и здесь я получил по евро доллару 1 без убыток и 1 стоп лосик небольшой насколько я помню да 1 без убыток закрылись 1 небольшой давайте тут посмотрим чтобы вспомнить более детально а да 1 получил и плюс и минус да в один и тот же день сначала на сел да мы заработали 120 пунктов взяли 12 долларов и потом а потом я на продолжение движения да и получается да с маленьким все вспомнил я вспомнил пятничный торг эта цена получила резкий импульс от 11 161 получила резкий импульс я 120 пунктов зафиксировал и перезашел в рынок с 90 с 90 пунктовым стопом да и цена вернулась обратно да все вспомнил 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 цена вернулась обратно не пошла дальше вниз вспомнил друзья так ну что тут в принципе если цена будет идти вверх дальше над уровнем фиксироваться вот этим да то она будет дальше лететь вверх если не начнут толкать вниз в принципе надо будет смотреть что там по новостям у нас будет но тут опять же тут есть куда лететь да то есть тут есть у нас в нашей цене куда хорошо лететь и дальше ее тут в принципе ничего не должно держать есть диапазон дальше для роста то есть если цена пробивает этот уровень крепится у нас сверху над уровнем дальше у нас следующий уровень только через 650 пунктов и от этого уровня можно хорошо пробовать дальше в лонг у нас да дальше в лонг можно пробовать отработать друзья от этого уровня вот так вот ставим стрелку вверх поехали дальше доллар доллар франк идет хорошее накопление потенциала с таким да с хай скользящим вниз да то есть каждый хай ниже предведущего да это на дневке то есть идет у нас такая как бы идет и ренч да такой боковик потому что у нас от уровня до уровня но и каждый хай нового дня ниже ниже а тут мы видим вообще да то есть ниже ниже то есть франк укрепляется по соотношению к доллару и закрылись мы ниже этого уровня вот причем что дневной бар как мы видим закрывается гораздо ниже почти под свой лоу да и это говорит нам о продлении тенденции да продление тенденции на на дальнейшее падение и смотрите как как мы легли под уровень да и если здесь будет у нас ретест уровня да ночной допустим да на такийской сессии ночной ретест уровня пробить его если не смогут то с европейской сессии я думаю что франк дальше пойдет на укрепление и это у нас будет дальше дальше будет шортик по франку поехали дальше с франком все в принципе понятно новозеландец новозеландец доллар тоже у нас как бы хорошая хорошая идет формация смотрите как на дневочке мы бьемся копейка в копейку в какой-то старый уровень которого здесь не видно но опять же это какой-то промежуточный уровень да между большим вот этим коридором вот не знаю ставить его или не ставить давайте на часики посмотрим ну в принципе да на часики видно как он здесь себя отрабатывает в принципе да и держит цену причем несколько дней держит цену цена не хочет выше идти этого уровня вот давайте в принципе на дневочке его прорисуем было ложное пробитие и так это по хайю у нас дружище свернись пожалуйста по хайю по хайю это у нас 62 282 62 282 свойства 62 282 по хайю ну вот так вот и оставим вот так вот и оставим дабы нам было видно дабы нам было видно вот красиво видно да чик чик ложные пробойчики потом четко тыкаемся потом даже доджуемся об этот уровень и после этого еще пробуем ложный пробой и цена уходит все равно короче сильный у нас этот уровень стоит здесь какой-то сильный у нас продавец от этого уровня как мы видим 1 2 3 4 дня не опускают выше этого уровня 62 300 можно сказать да да 62 300 вот грубо говоря 62 300 300 310 там плюс минус 10 пипсов не играет ролик вот поэтому на ретесте этого уровня можно будет заходить short в принципе с небольшим стопом в 13 пунктов или же или же в long тут да такая ситуация у нас двоякая в принципе здесь и short и long может быть да потому что как бы да у нас тенденция восходящая да но но опять же здесь какой-то стоит лимитный продавец который не хочет пускать и даже если и цена и пробьется сквозь этот уровень до завтра она может дойти до этого уровня и потом отсюда может начаться смена смена тренда причем или какой-то большой глубокий откат вот потому что цена уже несколько дней идет вверх как мы видим раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать дней десять одиннадцать дней цена идет вверх уткнулась последних четыре дня уткнулась в этот уровень ну в принципе если мы пробиваем его то мы хорошо летим вверх потому что уровень сильный вот если мы его пробиваем мы летим вверх если же у нас какие-то формации ложного пробоя будут нам надо конечно же заходить на откат на откат вот ну конечно хотелось бы хотелось бы попробовать пробой тут торгануть потому что на пробое здесь намного больше перспектива перспектива забрать около пятьсот уровней до пятьсот пунктов так друзья ладно быстренький обзорчик мы сделали сегодня все у нас хорошо рынок у нас есть нам завтра что торговать да напоминаю еще раз вам о нашей акции поэтому комментируйте не забывайте делиться с друзьями в социальных сетях вот эти видео мы здесь не матюкаемся ничего плохого не делаем учимся учимся онлайн профессии трейдера до торговли на рынках на рынке форекс в принципе эта модель торговли она подойдет и для рынка форекс и для акционных рынков и для фьючерсов вот просто на разных рынках надо будет ее немножко немножко модернизировать под определенные параметры данного рынка на котором вы хотите торговать уровни да вот а так в принципе уровни они есть везде и от уровней можно торговать везде на любом рынке вот так как мы видим друзья что что у нас происходит в мире сейчас и такая удаленная профессия может стать очень даже неплохим подспорьем или даже дополнительным заработком если вы себе сформируете какую-то вечернюю стратегию до торговли на вечернем рынке пришли с работы сели немножко поторговали пару долларов заработали пошли довольные спать ну или же наоборот проиграли и пошли недовольные спать вернее не проиграли а потеряли мы здесь зарабатываем и теряем так как в нормальной бизнесе здесь можно как и заработать так и потерять в любом бизнесе можно заработать или потерять вложили в товарном бизнесе вложили в не в тот товар денег продать его не можете все потеряли Оно стоит на складе никому не нужное. А потом проходится его продавать или по себестоимости, или ниже себестоимости, чтобы хотя бы вернуть какие-то затраты на данный товар. Тут, в принципе, то же самое. Тут, в принципе, то же самое. Купили или продали, когда не нужно было покупать или продавать, потеряли. Ладно, друзья, не будем философствовать. Хорошего вам вечера. Ну вот, отдыхайте. Завтра будем работать. Все, всем пока. Пока-пока.